Девушки отдыхают Нет, на самом деле еще далеко не последний вагон, как раз таки сейчас начинается период, когда нужно подготовиться к зимнему периоду отпуска, отдыха, и очень много сейчас популярно людей, которые улетают на зимовки так называемые, это период, когда хочется избежать холодного времени года у нас в странах, потому что зима у нас не всегда такая приятная, как хотелось бы, и многие люди отправляются в теплые страны, и зачастую это выбирается между Таиландом, Малайзией, Шри-Ланкой, Индонезией, Индией, то есть эти направления одни из самых популярных для того, чтобы провести зимовку. В одном из наших эфиров мы говорили о цифровых кочевниках, то есть людях, которые там работают и живут, скажем так, в зимний период, когда у нас зима здесь, да, если говорить о вот этих странах, которые сейчас были перечислены, я думаю, что стоит остановиться, наверное, на Малайзии, потому что некоторые страны мы уже затрагивали в предыдущих эфирах, а Малайзии как-то незаслуженно мы не поговорили ни о чем. Да, дело в том, что Малайзию незаслуженно все обходят стороной, почему-то о ней очень мало людей знает, и практически каждого второго спросить на улице, что вы знаете о Малайзии, ну, максимум кто-то вспомнит Куалумпур и известные башни-близнецы. На самом деле, почему-то информации среди наших путешественников очень мало, а это действительно незаслуженно, потому что Малайзия великолепная страна, это одна из моих любимых стран, и там можно провести минимум 5-6 месяцев и даже еще не все посмотреть. Вот что мне нравится в диалоге о нашем утреннем, потому что человек, который там бывал, может рассказать намного больше, нежели некоторые туроператоры, человек испытал на себе все. Если говорить о Малайзии, как давно была там, и, соответственно, что в первую очередь впечатлило украинского туриста, скажем так? Последний раз я там была в марте этого года, всего я была в Малайзии около 6 раз, и в общей сложности провела где-то месяцев 6-7 в Малайзии, каждый раз приезжая по-разному. Меня очень многое впечатлило в Малайзии, начиная от людей, которые там проживают, потому что это просто невероятный микс людей. В Малайзии насчитывается минимум 4 основных таких разделения культуры и народности, там проживают сами малайцы этнические, китайцы, китайского происхождения малайцы, индийского происхождения, и очень много европейцев проживает. Из-за этого, конечно, они уживаются на одной территории страны с разными религиями, с разной культурой, с разной кухней. Из-за этого одна страна может вам показать столько, сколько 4 других страны могут показать. Одним словом, дайджест мира. Да, приезжая в Малайзию, ты можешь сразу почувствовать целый колорит всего на свете, и кухонь, и языков, и традиций всяких людей. Во-вторых, конечно, меня очень впечатлила развитость Малайзии. Малайзия – это очень развитая страна, и несмотря на то, что она находится в Юго-Восточной Азии, у наших людей бытует мнение, что это страна третьего мира, потому что это где-то там, глубоко в Азии. Ну да, как-то автоматически Малайзия, какие-то джунгли сразу, и все. Кроме джунглей и обезьян, больше ничего не представляешь. Да, на самом деле Малайзия очень далеко шагнула в плане экономики и цифровых технологий. Это одна из самых развитых стран этого региона. Там огромное количество невероятных высоток, небоскребов. Вот вчера, когда перед эфиром готовился, думаю, ну, закачай некоторые фотографии, смотрю, вот там какие-то мегаполисы. Малайзия или не Малайзия все-таки? Потому что кадры, которые сейчас мы видим, это вот природа, тоже большой плюс в плане того, что редко где такое можно увидеть. Но параллельно уживается с вот такой автентикой и уже, скажем так, новый цифровой мир. Да, Малайзия, она очень разнообразная, она большая, у нее есть разные регионы, и в зависимости, что хочется посмотреть, можно найти как дикие джунгли непроходимые. К тому же есть прекрасный остров Борнео, его малайзийская часть, где сохранилась еще аутентичная природа. Там есть орангутанги и редкие обезьяны-носачи, которые больше нигде не водятся, только в этом регионе. То есть наши братаны там есть. Да, и в дикой природе, в таких условиях их можно посмотреть только там. Но при этом есть развитый супер Куалумпур, очень развитый остров Пинан, где прогрессируют технологии, небоскребы. Все очень как бы уже образованы в сфере технологий, и там цифровой центр находится, туда очень многие европейцы приезжают, как раз для того, чтобы работать удаленно и жить с комфортом. Там есть пляжи, есть пальмы. То есть, по сути, такая силиконовая долина только в Азии. Да, что-то наподобие этого. Многие сравнивают Малайзию, остров Пинан с Гонконгом, потому что тоже такой же развитый центр, высокий. Для кого-то это вот для меня стало похоже больше на европейскую часть страны, то есть Европа плюс микс азиатских культур веяний. Если мы говорим о климате, и, соответственно, в какой сезон у нас стоит уезжать? Только зимой или летом? В принципе, в Малайзии круглогодично одинаковая погода, плюс-минус. Там всегда примерно плюс 28, плюс 32. То есть, комфортно весьма. Да, всегда комфортно, но при этом повышенная влажность, потому что это близко к экватору, и всегда будет высокая влажность. Летом чуть более дождит, потому что это начинается сезон дождей в разных регионах. Зимой, в нашей зимой, там более сухо. И осень, и весна – это более жаркие периоды, когда меньше дождей, поэтому температура повышается. То есть, не зря, по сути, рекомендуют, вот я на многие сайты заходил, рекомендуют именно на Новый год и на зимний отпуск именно в Малайзию. Да, но не только в Малайзию. То есть, в принципе, этот регион на зимний период очень популярен. Как раз таки из-за того, что там всегда тепло, но не очень жарко, как в другие месяцы. Если говорить о поездке в Малайзию, как ее подготовить и, соответственно, на что стоит обратить внимание? Есть ли какие-то, возможно, подводные течения, камни, на которые не стоит наступать? Увы, от нас нет хороших авиаперелетов в Малайзию напрямую, нет сообщения, поэтому в случае поиска авиабилетов, чтобы это было дешевле, можно смотреть либо в соседние страны, это в Таиланд, и из Таиланда уже добраться до Малайзии стоит буквально 10-20 долларов, либо же смотреть из соседних с нами стран. Например, из Венгрии, из Будапешта есть перелеты, из Польши, из Стамбула, из Турции можно полететь уже в Куала-Лумпур. К сожалению, мы не можем в этом направлении говорить про стоимость в пару долларов, стоимость перелета достигает свыше 200 долларов туда-обратно. И в зависимости от региона, где хочется селиться, конечно, нужно подумать о проживании. Но так как это уже азиатский регион, он немножко отличается от европейского, там не работает принцип забронировать все заранее, все будет дешевле. Вукинком там нет? Он есть, никуда без него не деться, да. Все те же самые сервисы есть и работают, просто там действует принцип, у кого есть доступ к интернету, тот может зарабатывать больше и ставить цены больше. Поэтому зачастую жилье на месте будет дешевле. Поэтому я рекомендую на первые дни по прилету смотреть, бронировать онлайн жилье, чтобы знать, спокойно прилететь, переночевать. А на последующий срок уже искать на месте, потому что можно торговаться и очень важно смотреть на качество жилья. Потому что из-за того, что это Азия, это повышенная влажность, качество жилья может быть очень разное. Как какая-то коморка заплесневевшая, так и лакшери апартаменты. Ну то есть, по сути, можно, вот я помню, где-то на страничке видел, что там лакшери апартаменты были и недорого нашли, да? Именно так. Да, да. Мы в Малайзии жили в абсолютно разных вариантах. У нас были и квартиры на 25 этажах с шикарным видом, при этом были маленькие комнатки в гестхаузе. Но жилье в основном в Малайзии недорогое, особенно если мы говорим про более длительный срок, чем 5-7 дней. То есть, если хочется остаться на неделю, на месяц и больше, жилье будет в пределах, например, на месяц можно снять за 200 долларов. И это будут апартаменты. Вообще, если говорить о цене, поскольку разве это все-таки страна, я так понимаю, что, скажем так, сумма там нужна не маленькая. Но вот минимум, за который можно жить и наслаждаться путешествием. У меня это выходило опять-таки 10 долларов в сутки, то есть 10 долларов на то, чтобы снять жилье в эту сумму, кушать, ездить в транспорте. В Малайзии очень много всего продумано для туристов, что является бесплатным. В Малайзии старается привлекать туристов как может, потому что у нее рядышком конкуренты, которые известны, такие как Таиланд и Индонезия с островом Бали. Но в Малайзию мало ли едет людей, поэтому правительство сделало разные бесплатные экскурсии, сделало бесплатный транспорт для туристов. И, соответственно, по городу, например, в Куалумпуре есть автобусы, которые вас будут возить по городу бесплатно. У них разные надписи есть, например, на острове Пинанг это автобусы Кэт называются, легко запомнить, потому что они как кошка переводятся. Они ездят в центральной части города по кругу и можно в любой момент к ним подсесть, проехаться или как обзорную экскурсию сделать по городу. Что-то нужно? Какие-то подтверждающие документы? Нет, ничего. То есть вы просто ждете автобус, просто в него заходите. Естественно, местные тоже ими катаются, пользуются. Поэтому все, что нужно, это пробиться сквозь местных, которые хотят тоже бесплатно проехать. Увы, вы не сможете доехать в любую точку, то есть они ходят только по туристическим районам, по центральным. Но это отличный способ сделать себе обзорку такую небольшую и охладиться, потому что там есть кондиционер и в период пеших прогулок иногда можно утомиться. Я вот услышал сейчас название Кэт. Это просто амоним, скажем так, междуязычный или все-таки там англоязычные надписи и английский язык поможет? Да, английский язык поможет значительно, чем в других странах соседних, потому что Малайзия говорит на английском, английский – это второй официальный язык, и абсолютно практически все знают английский от мала до велика. Любого человека, которого мы встречали на улице, он спокойно говорил на английском с лучшим разговорным уровнем, чем у нас, потому что все у них дела, они многие документы ведут на английском языке. Это сказывается колонизация британцев, которая была там в свой период. И малайцы очень образованы, они на самом деле значительно пошли вперед соседнего Таиланда, Камбоджи, Вьетнама. Они более образованы в языках, в экономике, в технологиях цифровых, поэтому с ними приятно общаться всегда. А если говорить о тебе такие, скажем так, топ-мест, которые стоит все-таки посетить и увидеть, а вот если не увидеть эти места, то считай, что в Малайзии ты не был. Это, конечно же, Куала-Лумпур, бывшая столица. Многие почему-то до сих пор думают, что это столица Малайзии, это уже не столица, она уже перенесена. Город исторический Милака, это первая столица малайского полуострова, когда только туда приходили поселения. Очень интересный город, потому что он весь в муралах, и там живет уникальная народность Баба Нёня, называется. Это сочетание китайцев и малайцев. Это были малайские девушки, которые выходили замуж за китайских аристократов. Остров Пинанг тоже известен своей исторической частью, это очень развитый и автономный такой остров. И огромнейший остров Борнео, в котором есть два малайских штата Сабах и Саровак, туда стоит лететь ради природы. Там невероятно национальные парки, острова прекрасные, которые считаются лучшими, одни из лучших для дайвинга, и джунгли с орангутангами и пробоскисами. Вот так, друзья. Ну что ж, Малайзия для вас открыта. Напоминаем еще раз. Спасибо большое тебе за то, что сегодня пришла, в который раз рассказала, что в мире еще много всего, что для нас закрыто. Пока, но есть возможность это для себя открыть. Субтитры создавал DimaTorzok